Партнер программы новости – Медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Новые возможности для новых достижений. Обновленный бассейн в седьмой школе принимает первых пловцов. Новейшие оборудования и комбайны со спутниковым управлением. Анапские аграрии готовятся к уборке озимой пшеницы. Из глубины веков в археологическом музее открылась уникальная выставка артефактов со дна Черного моря. Аппаратное совещание провел сегодня глава Анапы Сергей Сергеев. Основными темами обсуждения стали вопросы профилактики детского травматизма, пресечения фактов незаконной торговли алкогольной продукцией, содержания пляжных территорий. В вопросах профилактики детского травматизма межведомственная разобщенность недопустима. Все службы, что так или иначе связаны с организацией детского отдыха, должны быть заинтересованы в результате снижения числа таких ЧП. Это должно быть предметом нашего пристальнейшего, подчеркиваю, пристальнейшего внимания. Это только учтенный травматизм. А сколько неучтенного? Особой строкой звучит тема выявления незарегистрированных аттракционов. Мониторинг должен вестись ежедневно, а все материалы направляются в правоохранительные органы. Заместитель главы Олег Костенко доложил, арендаторам двух пляжных территорий в районе Джимите-1 и села Витязева сделали предупреждение о расторжении договоров. Нечего уговаривать. Есть арендатор пляжной территории, есть у него несанкционирована торговля, допустим, пивом. Чтобы сегодня был договор на расторжение. И все. И пусть идет и наводит порядок. Продолжаются работы по благоустройству. На Анапском шоссе уложат оставшиеся 350 квадратных метров тротуарной плитки. Также оборудованы 435 погонных метров бордюров. Главе Анапы с жалобой на действия подрядчика обратились жители улицы Амелькова. В районе седьмой школы в результате прокладки коммуникаций частично разрушили тротуар. Сегодня пешеходную зону восстанавливают. Анжелика Бузунова также отчиталась о выполнении поручений главы по субсекскому сельскому округу. На прошлой неделе мы отсыпали улицу Восточную и берегу от Казачьей. На этой неделе мы приступаем к отсыпке улицы Николаевской. Вопрос стоит о том, ну, о улице Садова, о подведении воды. Этот вопрос у нас на контроле. На сегодняшний день Сергей Павлович занимается тем, что мы заключаем договора для того, чтобы осушить это озеро и отвезти воду. В завершении совещания Сергей Сергеев напомнил подчиненным о работе с обращениями граждан. Спортивный объект в подарок. В седьмой школе после капитального ремонта заработал бассейн. Современное технологическое оборудование, радующее глаз-плиточное покрытие, удобные душевые и чистейшая вода в новой чаше. Все сделано в лучшем виде. Глава Анапы Сергей Сергеев побывал в образовательном учреждении, поблагодарил строителей и обсудил с директором школы процесс эксплуатации бассейна. Он не должен проставить без дела. Занятия по плаванию, начиная с сентября, станут постоянными на уроках физкультуры в седьмой школе. Здесь после капитального ремонта открылся бассейн. Результат превзошел все ожидания. Высокотехнологично, комфортно и красиво. Первый раз я не попал, я даже захватывала. Не думала, что как-то не. Нет, ну для них, которые. Сейчас, да. Да и для нас. Молодцы. Ну что, спасибо вам. Обещание вернуть к жизни спортивный объект, данное год назад, исполнено совместно с компанией «Славянский дом». Сергей Павлович процесс ремонта наблюдал лично. Сегодня зашли электрики. Там оборудование тоже менять будут? Оборудование полностью делает та же подрядная организация, которая делает… Что и на том бассейне? Да, что на этом бассейне. Краснодарцы проверенные. Теперь бассейн открыт для всех. Вряд ли когда-нибудь здесь будет пусто. Даже во время каникул. Пропускная способность бассейна на сегодняшний день составляет 200 человек в день. То есть, с учетом шестидневной рабочей недели, это 1200 человек. Наталья Ананьина, тренер-преподаватель, после небольшого перерыва вернулась в родную школу, чтобы придать важное содержание этому объекту. Педагог с удовольствием строит планы на предстоящий учебный год. Начиная с сентября месяца у нас планируются тренировки по плаванию. Планируем набирать детей с 7 до 18 лет. Группы будут разные. Детки будут с направлениями от врача, медицинские группы. Также спортивно-здоровительные. Ну и просто обучение детей плаванию. Летом бассейн станет местом для тренировок юных пловцов. В школах Анапы очень сильно развито спортивное движение. Вот и сегодня в спортзале идет тренировка. Сергей Павлович интересуется, кто на волейбольной площадке. Вот две команды из Нижнекамска. Это у нас катакса. Но они между собой, да? Да, уже заканчивают заминки. А у них есть возрастная цель. Да, это только девочки 12 лет. Первенство России по волейболу организовано профсоюзным движением страны. Радует, что на курорте есть все возможности для приема престижных соревнований. Задача власти – продолжать укреплять материальную базу спортивных и образовательных учреждений. У муниципалитета все готово к уборке озимых. Межведомственная комиссия, в состав которой входят представители администрации, гостехнадзоры и противопожарные службы, проинспектировала все сельскохозяйственные предприятия Анапы. Аграрии прикидывают урожайность пока в буквальном смысле на глаз и готовятся максимально минимизировать потери. Вот это пшеница, да? Ну да. И здесь урожая сколько, Павел Иванович, на ваш взгляд? Я думал, полки не будет. Ну я и говорю, я заверил заместителя главы, что это как и он будет, не меньше, чем в прошлом году. Глава агрофирмы «Гастагай» Геннадий Демурчев показывает межведомственной комиссии о зиме. Два комбайна могут выезжать в поле. Еще два практически готовы. Люди на местах, рабочие есть, горючие есть, настроение есть, желание есть, только будем ждать погоды. Как погода, то упытасть, и начинается уборочная страдания. Аграрии с оглядкой на весну и начало лета готовятся к уборке в дождливую погоду. Изучили опыт, так сказать, стран передовых, которые на этом работают. Да и будем как-то пытаться меньше потерять на поле урожая. Это оборудование для просушки зерна. В опытно-производственном хозяйстве «Анапа» намерены минимизировать потери от непогоды. До этого внедрили технологию спутникового контроля выселом. Полностью, конечно, подруливаем. Да, тут он бросает руль и пошел. Стоимость специальной базовой станции порядка 2,5 миллионов рублей. По 600 тысяч приемники на тракторах. Два установили на импортные, еще два на отечественные машины. Система повышает точность и позволяет работать ночью. Да, система эта затратная, но это шаг вперед и позволит дальше хозяйству развиваться, внедрять новые технологии, эффективно использовать технику и людские ресурсы. Всего в «Анапе» под озимыми зерновыми и зернобобовыми культурами порядка 10,5 тысяч гектаров. Специалисты проверяли техническую готовность, противопожарную защиту. В общем, как показывает сегодняшний объезд, предприятие агропромышленного комплекса к уборке готово. Настроена техника, подготовленная такая. Поэтому я думаю, что никаких проблем у нас не будет, и мы, как обычно, уберем установленные сроки. Если погода будет позволять, уборку начнут уже в ближайшие дни. Успеть до 1 июля. Отдел дошкольного образования напоминает, осталось совсем мало времени, чтобы подать заявление в многофункциональный центр на получение путевки для зачисления ребенка в детский сад. С 1 июня в Анапские сады распределено около 3 тысяч детей. Списки кандидатов на зачисления размещены на сайте Управления образования. Кроме того, с первых дней лет заявители оповещали специалисты отдела дошкольного образования. Однако на сегодняшний день не все родители подали заявление на получение путевки в сад или отказ от предоставленного места. Родители должны срочно написать заявление в МФЦ на получение путевки. С момента написания заявления в многофункциональном центре через 10 дней родитель получает путевочку и должен в течение 5 дней прийти в детский сад. Вот мы просим всех граждан, чьи дети распределены в детские сады, до 1 июля срочно обратиться в МФЦ о том, что вы желаете получить направление в детский сад. В противном случае те граждане, которые не обратились, их заявки будут заморожены до повторного обращения и желаемая дата зачисления ребенка будет перенесена на 1 сентября следующего учебного года. В Управлении образования отмечают, если в городе места в детских садах не хватает, то в сельских округах наблюдается даже недоукомплектованность. Например, в Джигинке, Благовещенка, Уташ, Разнокол, Юровка есть места в детских садах, потому что всех деток мы обеспечили в возрасте от 1,5 лет и с 12 месяцев от рождения в Джигинку мы принимаем. Очередности не существует и все желающие родители могут написать заявление в МФЦ на предоставление места на полный день в эти детские сады. Комплектование групп продолжится до 1 сентября. Отслеживать списки необходимо на сайте Управления образования и своевременно обращаться с заявлением в многофункциональный центр. В Анапском археологическом музее открылась экспозиция, посвященная подводной археологии. На ней представлены как предметы, найденные профессионалами, так и случайные находки. Ученые говорят, что благодаря этим артефактам можно проследить многовековую морскую историю курорта и с определенной степенью точности предположить, чем торговали в этих краях 2000 лет назад. В реконструкции античного якоря использованы настоящие свинцовые детали, которым около 2000 лет. Их нашли в окрестностях города-курорта. Еще две обнаружили совсем недавно в районе Высокого берега. Андрей Шапочкин занимается дайвингом около пяти лет, работает энергетиком. Но в Анапе жили дед и прадед, отсюда и тяга к морю. Исторические находки – это всегда сюрприз, тем более такие уникальные. Увидели шток, кусок штока, из ила выглядывал. То есть вообще случайно даже все забуили, поплыли дальше. На обратном пути нашли с другой стороны еще другие части. Мне нравится сам поиск этих вещей. И потом дальнейшая судьба – узнавать, откуда, что за предметы, как они попали сюда, в результате каких событий, в какие времена. Эти дайверы сотрудничают с учеными достаточно давно. Действовали по методике. Выставили буй, место сфотографировали. Важен не только предмет, но и то, где он был найден – окружение. Точно сегодня не скажет никто, но вероятно, что детали якорей нашли в районе, где корабли вставали на рейд сотни лет подряд. Теперь находки – часть экспозиции, которая открылась на территории музея Горгипия. Ее посвятили 60-летию подводной археологии на месте, где в античные времена находились греческие колонии, а затем Боспортское царство. Этот кувшин привезли ученые, которые осматривали район будущего газопровода в Южный поток. Откуда он взялся в чистом море – загадка. Как вариант – просто упал за борт или кто-то выкинул. Осколки этой амфоры выловили рыбаки. Ученые говорят, что благодаря таким находкам можно узнать о морской торговле в этих краях в античное время. Дело в том, что письменные источники о торговле на черном море для разных периодов насыщенные, а для каких-то нет. Для античного периода мы имеем буквально один источник информации – это судебная тяжба, которая по случайности сохранилась. Она происходила в Афинах о том, что там какой-то товар с грузом был доставлен не так, как это было заявлено. В экспозиции также есть стенд, посвященный XIX веку. В планах не только сделать ее постоянной, но и расширить находками времен Великой Отечественной войны. Как утверждает крылатое выражение, ремонт нельзя закончить, его можно только приостановить. Да и кроме ремонта у каждого рачительного хозяина есть еще масса хлопот по дому, когда без надежного инструмента и строительных материалов не обойтись. Все для стройки и ремонта можно найти в хорошо знакомом монопчанам магазине «Алмаз» на улице Толстого. Магазин с давними традициями. Так характеризуют «Алмаз» сотрудники и многочисленные покупатели. Один из первых появившихся в городе-курорте «Алмаз» предлагает не только все для стройки и ремонта, но и для сада и огорода, и даже для ремонта яхт и катеров. Все необходимые инструменты также можно найти здесь. Представлена широкая сеть как электрического инструмента, так и ручного. Огромное предложение расходного инструмента. Сверла, заклепки, наждачная шкурка и все, что может пригодиться в хозяйстве. Что самое важное, каждый покупатель здесь получит всегда квалифицированную консультацию по любому вопросу, касающийся хозяйства или ремонта. Перфораторы, дрели, углошлифовальные машины и другие электроинструменты, в том числе и известных производителей, таких как «Макита», «Митабо», «Девольт». Также здесь большой выбор и ручных инструментов – молотки, топоры, отвертки, ножовки и многое другое, без чего настоящему хозяину не обойтись. Кстати, в «Алмазе» можно найти и отличный подарок представителям сильной половины человечества – наборы инструментов, как профессиональных, так и для бытовых нужд. Не обойтись при ремонтных работах и без измерительного инструмента – уровней, угольников, рулеток, штангенциркулей, а также безрасходных материалов, таких как сверла, буры, шлифовальные диски для обработки дерева и металла. Также мужчины оценят большой выбор автомобильных и пневмоинструментов и насосов. Товары из отдела замков, крепежного материала и мебельной фурнитуры могут оказаться также большим подспорьем при проведении ремонта в доме или на даче. По приемлемым ценам здесь можно найти замки, как навесные, так и врезные, ручки мебельные, замочки для шкатулок, крючки и уголки для полок и широкий ассортимент саморезов. Причем все товары имеются в наличии. Занимаемся производством мебели и частенько прихожу в магазин «Алмаз», можно и мебельную фурнитуру какую-то выбрать, очень много инструмента и скидку бывает какую-то делают, карточки дисконтные. Ну в общем, большой выбор, магазин хороший, всем рекомендую. Магазин «Алмаз» находится по адресу Анапа, улица Толстого, 138, телефоны 42763 и 30405. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках» колбаса «Вечина» 209,90, сосиски «Родионовские» 269,90, сервилат «Российский» 319,90. «Тавровские мясные лавки» в Анапе, «Парковая» 93А, «Крымская» 98, «Амелькова» 28 и «Астраханская» 75А. По прогнозам синоптиков, 28 июня в Анапе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 29 градусов, ночью столбик термометра опустится до 22 выше нуля. Ветер северный от 1 до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 22 градуса. И в завершении выпуск информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. «Анапа-Регион.ру». Я с вами прощаюсь. До встречи. Социальные дни в медицинском центре «Анапа-Океан». Первичный прием специалиста абсолютно бесплатно. И скидки до 20% на весь спектр услуг. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова